Дорогие мои, я вас сегодня приветствую на очередном гадании на песке. И вопрос мы сегодня будем задавать такой. Чего вы не ждете, а оно все равно случится? Мы не всегда можем предусмотреть, предугадать какие-то события. И мне бы очень хотелось, чтобы песочек показал для вас какие-то приятные и радостные события. Убираем свечечку очищающую. Немножко выровняем песочек. Итак, задаем вопрос. Чего вы не ждете, а оно случится? Пожалуйста, песочек максимально точно расскажи нам. Для тех, кто меня смотрит. Чего вы не ждете, а оно случится? Так, так, так. Давайте смотреть. Так, вот тут смотрите. Я прямо вижу вот такие вот крылья. Вот, возможно. Вы знаете, крылья могут говорить непосредственно о том, что вы куда-то, поездка самолетом, полетите куда-то. А может быть, просто очень быстро поедете, а может быть, просто очень стремительно примете решение куда-то. Видите, вот прямо крылья, да? Причем эта поездка, видите, крылья равнозначные. Причем эта поездка будет вам важна, нужна и цена, так скажем. Возможно, вы даже ждали эту поездку. Далее давайте смотреть. С чем связана поездка? Мне бы хотелось спросить. Связана поездка с рассмотром какой-то ситуации, с прояснением какого-то вопроса. А что за вопрос? Что за вопрос? Вы знаете, вопрос связан с какими-то документами. Ну, документ может быть официальное письмо из какого-то учреждения, а документ, ну, может быть, по работе, да? Документ может быть и, ну, знаете, как, допустим, ну, грубо говоря, вступление в наследство, да? Или как МФЦ какой-то, да, куда-то, поездка какая-то, которая вам необходима просто-напросто. Так, далее, смотрите. Вот тут у нас выпадает клевер очень большой. То есть кому-то выпадает шанс, вот, причем правый листок у него больше. Правая сторона у нас всегда мужская. И всего скорее тут разговор о том, что если смотрят меня мужчины, то шанс выпадает больше все-таки для мужчин. Если смотрят меня девочки, девушки, то, видимо, по мужской теме выпадает какой-то с чем-то связанный определенный шанс. Вот прям, смотрите, тут даже четвертый листочек вырисовывается, вот веточка, вот клевер. Клевер – это всегда удача, успех, пусть и кратковременный, но это тот шанс, вот прям другого слова не подобрать, это тот шанс, который необходимо использовать. Выпадает линия какой-то стабильности, линия какого-то успокоения. Вот, ой, смотрите, прямо вот какая-то буква, вот честно, буква Z, видите, вырисовывается, и под ней платформа. Ну, я не знаю, я не буду связывать это с какими-то событиями, давайте с теми событиями, которыми мы все, как бы, очень стараемся наблюдать. Давайте, все-таки хотелось бы мне, ну, может быть, у кого-то весточка придет, да, о тех, кто находится там, что показывает буква Z. Я не любитель обсуждать политических вопросов, и не хочу участвовать в этих энергиях, поэтому, хотя оно само и просится, ну, вот вам просто преподношу такую ситуацию, что вот прямо смотрите, тут кому-то придет весточка, вот, весточка очень важная, весточка очень значимая и придет стремительно. Так, что еще не ждет, что не ждете, а оно придет, что вы не ждете, а оно придет. То есть, смотрите, тут выступает какой-то человек рода, смотрите, борода, рот, длинные волосы, может быть, чей-то дедушка, чей-то по роду человек, который хочет вам что-то сказать. И здесь, с одной стороны, вот тоже крыло просматривается, рука в виде крыла. То есть, возможно, это вам хотят высшие силы сказать, что род вас помнит, вас защищает, и он с вами. Вот здесь вот я вижу дельфина. Дельфин – это хороший знак, дельфин – это доброта. То есть, если вы в какой-то ситуации не ждете какого-то доброго разрешения вопроса, вот прямо дельфинчик, смотрите, носик, хвостик, да, вот то само тело, то эта ситуация очень дружелюбная для вас. Загадайте прямо сейчас и скажите, да будет так. Пусть эта ситуация разрешится для вас самым наилучшим образом. Самым наилучшим образом я вам искренне желаю. Так, что еще вы не ждете, оно придет. Что вы не ждете, оно придет. Вы знаете, тут я вижу чашу, такую как чаша вина, может быть, бокал, ну, может быть, вина, может быть, какого-то напитка, который, ну, вот, возможно, говорящий о праздниках каких-то. Может, у кого-то день рождения, может, какой-то праздник предстоит, да. Ну, тем более сейчас, когда я записываю это видео, впереди праздник, и поэтому как раз об этом уже говорит, что вас, возможно, куда-то пригласят на какое-то празднование, в какую-то компанию. Так, тут я еще вижу, знаете, мужчину. Мужчину серьезного с такими, с длинными бровями, с длинными узкими бровями, с правильными чертами лица, которые вот прямо что-то хочет до вас донести, что-то хочет вам крикнуть. А что же ты хочешь крикнуть? Вот он, мужчина, вот брови, вот глаза, вот нос, вот рот, и вот прямо вот что-то он хочет крикнуть вам. Какую-то весточку хочет вам отправить. Знаете, возможно, протянуть какую-то руку помощи. Вот помните, про дельфина говорила, что какая-то ситуация должна разрешиться. Вот, возможно, это на помощь придет вам какой-то мужчина, вот вышеописанный. У него такие некороткие волосы, так скажем, может быть, даже кудрявые. Узкие брови, такой широкий нос, некрупные глаза и такие, большой рот, но плоские губы. Вот, лечит лесочка какая-то в виде птички. Так, по центру я еще не смотрела. Вы знаете, тут вот просматриваю какого-то домашнего питомца. Может быть, кто-то хочет приобрести какого-то домашнего питомца, либо кому-то подарит какого-то домашнего питомца. Очень похоже на кошечку. Очень похоже на кошечку пушистую. Может, у кого-то есть домашний питомец, и в этот момент он потребует в ближайшее время какой-то заботы о себе. Поэтому не игнорируйте, что не ждешь, оно придет. Вот здесь маленькое сердечко, друзья мои. И пусть оно и распущено в какой-то такой глубокой линии. Может быть, это разговор о том, что еще долго вам, до тех событий любовных, которые вы ожидаете, но они все равно произойдут. Скажите, да будет так, и да будет так. Так, 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 что еще хочет нам сказать песочек, что вы не ждете, а оно обязательно к вам придет. Вот, просматривается лицо женщины, губы, нос, очень крупное лицо, вот прямо в полоборота. То есть тут кто-то по вам, знаете, не то, что, хотела сказать слово, грустит, вот профиль какой-то, и даже не наблюдает, а кто-то скучает по вам. Какая-то женщина, взрослая женщина, ну, так скажем, не молодая, не молодая женщина. И вот, знаете, тут какие-то стрелы в ее адрес. Возможно, вы эту женщину обидели. И тут разговор о том, что вам придет мысль, вам придет идея, что с этой женщиной надо помириться. Либо поздравить с чем-то, либо поблагодарить за что-то, либо сделать какой-то знак внимания, и вы получите от этой женщины еще больше того, чего вы вообще не ожидали, ласки, добра, любви. Может быть, это мама, может быть, это сестра, может быть, это даже бабушка у кого-то, либо какая-то подруга, да, вот, по которой вы тоже скучаете, и которая вот почему-то немым вопросом, может быть, в блоке у вас, может быть, немым вопросом, вот просто на вас смотрит, и чего-то от вас ждет, чего-то хорошего от вас ждет. И я искренне рекомендую тем, у кого есть такая ситуация, обязательно проиграйте ее в лучшем варианте. Вам станет легче, и этой женщине станет легче. Так, тут выступает карпи, ой, простите, выступает фигура треугольника, и она как-то сплющивается, вот смотрите, вот треугольничек, и он сплющивается, и становится таким маленьким. Возможно, у тех, кто в каком-то треугольном вопросе, и совершенно не обязательно это разговор о любви, это просто какой-то треугольный вопрос, имеет три грани ответственности, да, три грани рассмотрения, и этот треугольный вопрос у вас сходит на нет. Проигрывайте сами для себя, у кого какой сейчас треугольный вопрос. Вы знаете, тут прямо так на песке вот такие вот дюны-барханы, которые, так вот и хочется сказать, ожидания ветра перемен, и я надеюсь, эти перемены будут счастливыми, чего я вам искренне желаю. Я вас всех обнимаю, желаю всем добра, радости, счастья, любви, и обязательно, чтобы вселенная проиграла все ситуации, которые я только что обозначила для вас в самом благоприятном, в самом лучшем варианте. Вот так вот.